Здесь они отдыхают, тут они и от дождя прячутся, и кушают, и всё, и книжки читают даже. С помойки принесли, литературу, газеты, журналы, книги, и сидят, читают. Согласно проекту ИП Козлова, осенью здесь должна вырасти школа искусств. Но пока что обосновалось эко-поселение людей без определенного места жительства. На вопрос, как они здесь оказались, ответ один – жизнь тяжелая. Вот видишь, как ты уже работаешь с ней на год. Вы дурки, заебили, так сложно. По словам жителей ближайших домов, бродяги за забором поселились давно. Ежедневно люди наблюдают неприглядные подробности их жизни. Они за нашим забором у территории нашего дома справляют нужду. И, соответственно, все отходы их жизнедеятельности с дождем бегут на нашу детскую площадку. Наши ребятишки там бегают, всё это нагнулись, по лесу размазали, машинки возят в этих лужах. Порой это вольное племя разводит костры и, не потушив их, разбредается по своим делам. С бродягами уживаются собачьи стаи, крысы и насекомые. Люди ещё весной обращались с просьбой навести порядок и к участковому, и в администрацию индустриального района. Пока безрезультатно. Пытались выйти и на арендатора участка. Ни один телефон не отвечает. Мы не можем найти этого человека и, соответственно, переадресовать ему все эти вопросы мы тоже не можем. Если человек взял в аренду эту территорию, чтобы он её содержал в надлежащем состоянии. То есть охрана обязательно, уборка обязательно, связь с жителями обязательно, потому что всё равно мы терпим неудобства от этого строительства и от этих заборов. Не в восторге от происходящего и сами обитатели улиц. Дескать, строить не строят, а жить мешают. Мы связались с представителем заказчика стройки. По его словам, возведение храма искусств затянулось в связи с кризисом. Кроме того, территория охраняется сторожами, которым никак не удаётся изгнать со стройки постояльцев. Не может у меня там сторож круглосуточно заниматься только бомжами. Вообще бомжи, они изначально там жили. Вот на той территории, где мусорки стоят, мусорные баки, постоянно проживали бомжи. Мы территорию зачищали и периодически это делаем, но на сегодняшний день пока вот они периодически там возникают. За разъяснениями мы обратились к местным властям и получили письменный ответ. На месте с проверкой уже побывали специалисты. Как выяснилось, территория ограждена, однако в ночь на 2 августа произошло хищение части ограждения. Застройщикам была проведена беседа. В ближайшее время он обязан принять все необходимые меры по приведению территории в порядок и недопущению нахождения там посторонних лиц. Ему выдано соответствующее предписание. В ближайшее время навязчивых постояльцев настойчиво попросят освободить номера, предложив замену услуги социального реабилитационного центра. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.